Банк России готов ограничить комиссии в новой системе платежей. Банк России подтвердил, что он против прямого регулирования комиссий за прием банковских карт в магазинах. При этом он допускает ограничения клиентских тарифов в рамках системы быстрых платежей, СБП, ЕЮЦБ вводит на рынок как более перспективную альтернативу картам. Ранее президент РФ, отвечая на вопрос о высоких комиссиях за прием карт, назвал их квазиналогом и пообещал еще раз обсудить эту проблему. Фото. iStock. Комиссии составляют в среднем от 0,5 до 1,75%. Президенту была предоставлена неточная информация о наличии комиссий на уровне 3%. Таких тарифов на рынке нет, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. «Крупные магазины платят интерчейндж 0,5%, но называют цифры, которые не существуют», подчеркнула Скоробогатова. По ее словам, торговые предприятия не подтвердили готовность снижать цены при ограничении интерчейнджа. К концу года расплатиться в магазине можно будет смартфоном по QR-коду. Наценники в ЦБ считают, что решить проблему издержек без наличного оборота можно за счет подключения банков, обслуживающих ритейл, к СБП. Ее открытие для расчетов в магазинах, через считывание QR-кода на ценники смартфоном, запланировано на вторую половину этого года. Центробанк недоволен процессом сбора биометрических данных. О готовности участвовать в СБП заявили еще 98 банков, рассказала директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алабакина. 12 банков завершают тестирование СБП 28 февраля. «Почти все они планируют использовать нулевой промо-тариф для банков, установленный до конца года ЦБ, чтобы свести к минимуму или к нулю клиентские тарифы», сказала Скоробогатова. ЦБ будет работать с теми банками, которые, несмотря на кратное снижение издержек, установят тарифы на уровне карточных переводов, сейчас это 1,1.5%. Скоробогатова не исключила и введение верхней планки тарифов в рамках СБП. Такая инициатива возникла в банковском сообществе, и Банк России открыт к ее рассмотрению. Экономика финансы Банки Газфонда и контрольные органы Центральный банк. Продолжение следует...